Акмолинск Выслуживает этого страшного названия. Потому что лагерь наш был режимный. Полтора года мы были без права переписки, полной изоляции. Наши родные даже не знали, где мы. Нам очень плохо относился конвой, считал нас врагами народа. Мы чувствовали строжайший режим. Двойная проволока, собаки. Мы работали бесконечное количество часов. Нас будили в четыре. Нам нужно было пойти в столовую, съесть ложку каши с дырочкой, в которой была капля масла. И отправляться на работу до глубокой ночи. Нас пересчитывали бесконечное количество раз, потому что конвой был малограмотный. И цифра в лагере не сходилась, а в лагере было восемь тысяч. В конце концов становилось абсолютно безразличное думание. Но все равно. Ведь уже все равно. Еще час, еще два. Все равно все пропало. Субтитры создавал DimaTorzok Могла ли моя бабушка в лютую Акмолинскую зиму 1938-го вообразить, что спустя 70 лет ее внучка выйдет из поезда на той же станции? Забытый богом Акмолинск сегодня Астана, сверкающая столица Казахстана. Я прекрасно понимала, что от лагеря, через который за несколько лет его существования прошло около 20 тысяч женщин, ничего не осталось. Я просто хотела поклониться этим местам. И не могла представить себе, что посреди голой ковыльной степи, на том самом месте, я найду огромный мемориал памяти жертв политических репрессий. И музей печально знаменитого Акмолинского лагеря «Жен изменников Родины». Блестящие художественные решения в этом музее переплетаются с частными судьбами. История распадается на лица, а лица отражают историю. И вот это все очень угнетало, когда мы на работе еще отвлекались. А ночи для размышления хватало, чтобы время ее удержать и не сойти с ума от одного и того названия, что «Член семьи изменника Родины». За мужей. Они были все членами изменников Родины. Ни одной женщины не было по самостоятельной статье на 26-й точке. Не было. В Анжире я отсидела все 8 лет. Работали честно. Мы не понимали, за что сидим. Где наши мужья, где наши дети. Работе отдавались целиком. Думали, если будем день и ночь работать, нас скорее отпустят домой, к семье, к детям. В 41-м году, когда началась война, мы просились на фронт. Альгар Шетханда, пусть первая пыль у нас меня сразит, но я хочу быть там. Вы видите, будни женщин привезли на работу. Затем озеро Желанаш из казахской силы. У нас сейчас есть. Это называется Желанаш. Представьте, 40-градусный мороз. Женщины работают, косят камыш. И идет толпа аксакалов в таких больших малахаях, а рядышком маленькие детки. Через некоторое время по команде эти маленькие дети начали кидаться вот именно камнями в этих женщин. Но эти женщины оскорбились, слезы прям потекли по щекам, им было обидно. Что ж вы, старики, учите своих детей, мы же не виноваты. Здесь конвоиры громко засмеялись. Вот видите, вас не только в Москве, но вас и в Ауле не любят. Но эта женщина вся оскорбленная шла, оскорбилась, несла хапку и мыша и нечаянно споткнулась об эти камни. Когда она споткнулась об эти камни, она почувствовала запах молока, запах сыра. Оказывается, это был курд, он такой биологический продукт, который делают из творога, запеченный творог. И вот решили старики, как же помочь этим женщинам, как бы обмануть этих конвоиров. И они решили дать эти камушки беленькие своим внукам, как будто они кидаются камнями. А она сама немка по национальности, молилась ночью мусульманскому Богу, чтобы дать старикам жизнь и дать счастье вот именно этим детям. И мы в душе радовались, все-таки нас верят знать, что мы не виноваты все-таки. Моя мать была посажена еще в Луганской области, в Донбассе, она сама из Донбасса. Ее как жену изменника родины, детей в детдом старшего, он потом добровольцем ушел на фронт, переписал себе год. Ее потом сюда и привезли в наш лагерь, потому что я здесь родился и вырос. Отец был представителем колхоза. В 1932 году его арестовали, дали 10 лет. Он был казак, он коренной. Ну куда уже высылать? Дальше некуда. Здесь он сидел, здесь... А здесь женский был лагерь. Мать, значит, 5 лет дали, она здесь отсидела свои 5 лет. А он здесь был на ссылке после 10 лет, еще, видать, мало показалось, еще добавили. Вот. И здесь они, значит, сошлись. И вот в 1944 году родилась сестра, а в 1945 я. И вот мой отец воспитал материк троих детей, нас двоих воспитал. И всю жизнь мы прожили одной дружной семьей здесь, в Казахстане. Школа была такая саманная, буквой П сделанная. В первый класс я пошел, еще лагерь был. И много детей училось с нами, дети охранников. А я, ребенок узников, когда Сталин умер, всякие газеты писали, фотографии. Ну я, что там, 8 лет взял, помял и хотел. Так он меня поймал, разгладил. Ты что, они боялись, до того были напуганы, они всего боялись. Не дай бог, ну, сосед пойдет, как раньше сажали. Сказал, что он что-то там такое, и все, и посадили. И до конца своей жизни, отец ничего лишнего никогда не говорил. Просто они были до того, все это системой напуганной. Рассказывали так, как будто ничего не было. В брежневские времена истинные враги режима не всегда становились откровенными диссидентами. Многие расшатывали систему изнутри. И, быть может, это было даже важнее. Так руководитель отдела пропаганды газеты «Индустриальная Караганда» Журналистка Екатерина Кузнецова более 30 лет тайно записывала воспоминания всех переживших в Казахстане годы сталинского террора. Собранный ею архив уникален еще и тем, что в нем свидетельство не только жертв, но и палачей. По обе стороны колючки. Называется книга Екатерины Кузнецовой, увидевшая свет в новые времена, когда героев ее уже нет на земле. Когда вот книжка у меня, первая маленькая книжка в Алма-Ате вышла, потом вот эта вышла, они сами стали мне звонить, которые еще были живы, и просить меня книжку. И один позвонил, он был очень на хорошем здесь счету, начальник Бухры, вот всей, Вайншток. Как раз была Пасха. А я говорю, я приеду, он мне сказал адрес. Я приехала, у них там накрыто куличи, там все, яйца покрашены, все чин-чинарем. Они меня хорошо так встретили, я ему книжку подарила. И он мне стал рассказывать. И он мне много интересного рассказал. Он мне показал, мы с ним пошли, он мне показал здание у Перчикиского отдела. Мне показал комнату, вот она это еще стояла все, в которую привозили заключенных перед расстрелом со всех отделений. И они ночь стояли в этой комнатке, 4 на 3 метра, 12-метровая комната, они стояли плечом к плечу и ждали утра. А утром в 4 часа их пересаживали в закрытую машину, везли за годы разделы. Там предварительно были вырыты уже рвы. Их туда ставили, 3 человека присутствовало при расстреле, значит. Мы с ним говорили, он мне много рассказал про людей, которые сидели, про правила, про то, как, значит, что тут было. Ну, как только мы дошли до Иосифа Виссарионовича, все. Людей как изменили. Лучше Иосифа Виссарионовича на свете в зверя нет. Чтобы наши песни не толкали, Чтоб не знать нам горестных утра, Чтоб спокойно наши дети спали, Эти люди никогда не спят. Наши дни безоблачные и чистые, Не дадим их обращить в врагу. И, как наши горькие чекисты, Будем все всегда в начеку. Рад детства наша, весь народ, Враги пройдут границы, А коль пройдет, так обладет Дежелый рукавицы. Отца моего арестовали 19 марта 1938 года. А 23 марта арестовали маму. В 1941 году в июне месяце мы поехали с ней в Казахстан. 21 июня мы с мамой встретились. И вот я вхожу в эту самую дверь, И эта женщина подходит, Со слезами на глазах так и говорит, Мунечка, дочка, Я на нее так смотрю, как шарахнулась, И говорю, Ты, ты разве моя мама? Я так, знаете, дура набитая была, Ну что это было мне, 12 лет. А я, главное, говорю, Ты вся седая, Она вся белая, как лунь была. И она говорит, Господи, да что ты глупостей говоришь? Я покрашусь и буду опять молодая. Что ты? Я говорю, нет. Я говорю, мама, ты совсем седая. В это время за мной идет моя мамина сестра, Тетя Соня моя. И тут такой визг начался. И вот этот директор этого лагеря, Начальник лагеря, Я никогда не запутала, У него слезы текли по щекам, представляете? Представить трудно. Но именно этот человек спас тысячи жизней. Были такие в ГУЛАГе. В 37-м молодым парнем он возглавил управление НКВД по городу Калини. Ему прочили большую карьеру. Но что-то лишало покоя. И он написал в Кремль о страшных масштабах незаконных арестов. Позволил себе усомниться. Удивительно, но Сергея Баринова не расстреляли, А всего лишь разжаловали и отправили подальше от центра, в Казахстан. Приехал я туда 1 января 1939 года. И пробыл там до 1953 года. Определили сразу меня в Лакмолинское отделение, Где находились жены изменников родины, так называемые. Зашел в зону и посмотрел этот муравейник и женщин. И думаю, боже мой, что тут творится? Мы с ним сидели долго, он немного рассказал, мне письма вот эти показал, Которые писали ему заключенные. Но и мне другие еще рассказывали, которые здесь сидели и волжили. Убли очень молодожные. Женщины, да. Он хороший был барином, спокойный человек. Конечно, он работал в НКВД, и понятное дело, что... Но, во всяком случае, я так полагаю, что то, что он мог делать, он делал. Потому что были такие, которые могли, но не делали. Барина я очень хорошо помню и был у него. Собирали узницы. Это первый раз, когда мы открыли свой музей. Я к нему ездил домой, приглашал его сюда. Но он мне сказал, Саша, сынок, знает что, меня могут не понять. Все-таки я был начальником лагеря, а собирают узника. Не приехал, хотя его очень уважали, заключенные. Он в долинге, же барин. По ним очень хорошо отзывались женщины. И вы знаете, она рассказывала, что такой был рев в бараке, что невозможно. У них был какой-то, я не знаю, начальник какой-то. Он приходил, когда к ним в барак, и видел, что они ревут, все женщины. Он им говорил, ну, женщины, не плачьте, все скоро прояснится. Все будет, вас отпустят к вашим детишкам. Мама даже не помнила его имя, отец, потому что они его звали Валериан Валерьянович. Так он их успокаивал. Чего бы вам хотелось сейчас больше всего в жизни? Я сказала, гражданин начальника, то, что мне хочется, все равно это... Я не могу этого получить. Он сказал, ну, а все-таки. Я говорю, да нет, я вам это не скажу. Но все-таки. И вдруг я так усырила у него и сказала, к маме. И он сказал, к маме? Я говорю, да. Ну, поезжайте к маме. Ты показал мне. Ну, что, вы очень на нас сердиты. Я сказала, гражданин начальник, вообще да. Но на вас нет, потому что вы, по-моему, помогли многим из нас выжить. Вы знаете, о нем можно очень много рассказывать. Но для того, чтобы представить себе, вот каким... У нас был стражайший режим, все было, все. Иначе бы его там не было, понимаете. Но он понимал, с кем он имеет дело. А вы верили, что они жены врагов народа? Никогда не верил. Никогда не верил. Никогда не верил. Сергей Баринов навсегда остался в Казахстане. 50 лет он прожил в этом доме. Однажды, уже в перестройку на волне всеобщих разоблачений, он позвонил в Москву, моей бабушке. Его собирались судить судом чести. Он разыскивал бывших узниц и просил у них защиты. Все, кто был еще жив, без раздумий подписали письмо, в котором благодарили начальника лагеря за то, что полвека назад он рискнул остаться приличным человеком. Предки, дедушки жили в Петербурге. Потом, после того, когда стали Белоруссию поднимать, как бы типа целины современной, они поехали в Белоруссию на поднятие Белоруссии. Ну, потом раздвоились, их четыре брата было. Два брата уехали в Чикаго, в Америку, посмотреть, какая там жизнь. Одному 16, одному 17 уехать в 11-м году туда. Это представьте себе, какие смелые. А два брата, мой непосредственный дедушки, мамин отец и его брат, остались в Белоруссии. Ну, те пишут письмо, приезжайте в Чикаго сильно, жизнь хорошая, можно разжиться. Эти, говорят, построили они мельницу, крушерубку, ну и прочее там, сукно ткали, прочие рабочие были. Жалко все бросать, только пошло все на прибыль, мы разживаемся. Ну, в общем, когда отобрали, раскулачили все это, они спокойно все сдали и ушли в коммуну работать. И дедушка Михаил Павлович, и мама моя, она говорила, мне даже там нравилось. И танцы были, в общем, весело как бы было. Коммуна – это экспериментально на весь мир. Америка даже паровоз им подарила, еще песню пели. Значит, эта мама познакомилась с моим отцом Зеновым, Иосиф Моисеевич. Значит, брат его, Ефрем Моисеевич, был председатель коммуны. Отец мой зам его, и еще и за рулем ездил машину, там подарили. Дедушка вообще же, я говорю, такой мастер талантный, нет, выслали. Ссылка, раскулачник, и он поехал сюда, в Казахстан, 26-я точка. Он приехал сюда, а за ним и мама поплелась уже, беременная мною. Ей было в 1934-м, 20 лет всего, маме. А папа, значит, ему поставили вопрос, или брось кулацкую дочку, или положи партбилет. Они же коммунисты были еще, там, знаете, вот, коммунары. Но он не выдержал, партбилет положил, он тоже у меня репрессирован, мой отец. И, значит, поехал за мамой. А когда приехал вот в этот алжир, а тут степи големые, и ничего, и никого, ему плохо стало, он не выдержал, и получил помешательство, притом тихое. Потом поехал, куда глаза глядят, ну, раз человек помешан, и стал бродить по белому свету. Когда сожгли коммуну, это немцы вошли в Беларусь и сожгли коммуну, отца живьем сожгли моего, в сарае, в этом населении, он в том числе. Говорит, косточки бабушка собрала, в юбку завернула, похоронила, и ушли они все в партизаны, три года были в партизанах. Когда муж включал радио, и я выключала, мой муж потом со мной не разговаривал несколько дней. О, он был большой поклонник Сталина, чего нельзя сказать обо мне. Мы с ним всегда были как-то в ссоре из-за этого. О, ну, ну, очень к нему относился хорошо. Вот так вот был предан. Это был самый преданный человек. 38 лет расстреляли мужика. За что? Был очень способный человек. И интересный. Он за границу ездил сюда. Он такой был сэр. Ну, и вот этого сэра собрали и расстреляли. А я еще живу, несмотря на то, что я потеряла единственного сына. Приехал в Араташвили сын навестить мать в лагере. Он мне сказал, что он был у моей матери. И так опустил глаза. Я говорю, ну, говорите, говорите мне все. Он говорит, да, вашего сына нет. Он погиб в Ленинградском фронте. И он встал передо мной на колени. Встал на коленях передо мной. И говорит, не надо плакать. Мама Каплана Рахиля Израильева. Вот она и была, собственно, в Алжире. Она была в Алжире. Она жена изменника Родина. А изменника Родина расстреляли, но мы узнали об этом, естественно, после. Папе было 38 лет, когда его арестовали. Арестовали прямо на работе. Он был заместителем наркома земледелия Чернова, который потом был на процессе. А маму взяли 31 августа, ночь на 1 сентября 37-го года. В мае 39-го года мы узнали, где мама. А до этого мы бегали. Мы ничего не знали. У бабушки были арестованы два сына и, значит, две жены этих сыновей. Это был шестой класс. Я доучилась, а в седьмом классе я стала давать уроки. Уроки давала пятиклассникам по математике. И даже своей однокласснице. А деньги складывала. Надо было маме посылки посылать. Значит, передачка, это была единственная связь. Когда-то узнавала, мама там или мама. Где-то в январе у меня передачи не приняли. Сарафанное радио, теперь так называют, передало, что посылки принимают в городе Можайске. Но принимают ограниченное количество посылок. Поэтому надо ехать на первом поезде, а потом еще так. Отправить можно 10 килограмм. Если ты меньше, то жалко, потому что раз в три месяца посылки принимают в лагерь. А если ты больше, то тебя не примут. Самое страшное, надо было попасть вовремя. Значит, на белорусском вокзале надо было 6 часов утра, уже никаких трамваев нет, и ты прешься, значит, 12 лет. Прешься с этой посылки, нет, 13 уже. В лучшем случае тебе удается сесть в этот первый поезд. Ты приезжаешь, и потом надо выбрать вагон, так, чтобы он был близко к лестнице, да? И уже передаешь следующему, вот, садись в такой вагон, и так далее. И потом бегом наверх, бегом туда, бегом сюда. Ну, правда, мне повезло. Я ездила раза четыре, потому что раз в три месяца. И, в общем, я отправляла посылки. А народу в электричке много было? Народ набитый, и все же все с посылками. А потом мама написала, что разрешают. свидание. И вот после восьмого класса я поехала. И 22 июня 41 года мы приехали. Короче говоря, нам сказали, что поскольку война, нам свидание дают, но его ополовинуют. А в девять часов утра пришло распоряжение все свидания отменить. И те, которые приехали уже 23-го, они уже свидание не получили. Я не знаю, вернулись ли они, потому что это украинские. Ну, в общем, я маму погибала. Мама очень постарела. А когда мама вернулась, она была глубокая старуха. Ей было 48 лет, но она уже была глубокая старуха. Как известно, врач профессия даже в тюрьме. Но вряд ли в далеком 911 году еврейская девочка из Харькова думала об этом. Она просто мечтала лечить детей. Ханна Мартинсон не знала, что в 23 года ей предстоит уйти на Первую мировую. Позже стать личным врачом Михаила Фрунзе, а еще позже совершить подвиг. Потеряв мужа и став узницей Алжира, уговорить начальника лагеря Баринова организовать собственную больницу и детский сад. А значит, не разлучать сотни арестованных женщин с их малолетними детьми. Вместе с Бариновым они добились наркомздравовской нормы кормления детей и спасительной резолюции из Москвы. Детей, заключенных Алжира, врагами народа не считать. Вот эта самая Хан Самолна везла детей вольнонаемных на рентген в Акмолинск. И Хан Самолна ехала с конвоёра. В кузов вначале загнали всех детей. В общем, получилось так, что Хан Самолна и ей оказались рядом. У неё вот такая вот шапка, вот такая вот, от солнца. Мы рядом с ней сидим. Красота она была необыкновенной. И она сидит и говорит, не раскрывая рта, Кузнецкий, 20, комната 5, я живая и здорова. Ни имени, ни фамилии, ничего такого. Ну и потом нас скидывают на станции, она уезжает с детьми в город. Я приехала в Москву и уже ещё не было бомбёжек, но уже все готовы эвакуироваться, уже такое. Ну, я первым делом поехала в вот этот самый Кузнецкий. А поехала я на Кузнецкий, потому что я знала, что такое получить весть. И я, значит, поднялась там у них наверх, там такой длинный коридор, комната 5, зашла и сказала, живая и здорова? Не знаю никто, это живая и здорова, ничего. Ну, меня все поняли, сказали, что её зовут, вот Хан Самона, фамилия её Мартинсон. Знаменитый московский педиатр Ханна Мартинсон прожила 86 лет. Её судьба не укладывается в рамки новеллы, скорее кинороман, где героиней будет, конечно, она сама, но в окружении тех, кому когда-то спасла жизнь. Таких сотни. Они сегодня живут среди нас. Было, наверное, месяцев 5 или 6, у меня двухсторонного воспаления лёгких, тут была, мать говорила, как её звали, врач, детский врач еврейской национальности, говорит, если бы не она, ты бы её уже не жил. Дорогая Ханна Самойлова, всей грубой шлём вам первомайский привет. Мы знаем много новых стишков про Лилию, про подснежники и про военный парад. Мы все здоровы, а сегодня Клара Кашля. Кто вас лечит и кто вас взвешивает, Зо Васильевна или Шмалов? Нина Мяснякова хорошо себя ведёт, Алик дерётся и царапит. Дорогая Ханна Самойлова, примите от нас всех наш цветок. Он распустился, стал очень красивым. Клара будет маком, Леночка будет подснежником и танкистом. Снег ужинит, наступила весна. Мы все очень скучаем, будьте скорее здоровы. Целуем вас всем. Путь из Астаны в Караганду долгий, но совсем неутомительный. Дорога ровная, за окном пейзаж почти не меняется. Всё та же бескрайняя и безнадёжная степь. Убаюкивает, но спать не получается. Себя преследуют мучительные картины. Тысячи мужчин, женщин и детей обескровленных и истощённых этапами гонят без еды и питья. Самые стойкие идут дни и недели. Они дойдут и выживут. Остальные навсегда останутся здесь, у этой дороги. Спустя 70 лет поставят крест. А сейчас мы находимся перед картой Карлак. Это карта 1937 года. Территория Карлака была огромная. Это 200 километров запада на восток и 300 километров севера на юг. Карлак это было государство в государстве. Карлак не подчинялся никакой местной администрации, а подчинялся непосредственно главному управлению лагерей в Москве. Экономический лагерь себя обеспечивал полностью всем. Для всех прошедших через жернова казахстанских лагерей и ссылок название крошечного села Доленко не пустой звук. В этом доселе никому неведомом поселке в 1934-м было возведено роскошное здание управления карагандинскими лагерями. К концу 30-х в этом районе их было уже 73. Но заключенные все пребывали. По официальной статистике за годы сталинского террора узниками только Карлаго стало около миллиона человек. Всего же ГУЛАГ насчитывал 700 лагерных отделений. Удивительно, но и там в Долинке, что в 60 километрах от сегодняшней Караганды есть музей. Пока он расположился в бывшей тюремной больнице, но уже скоро переедет в то самое управление Карлага. Недавно было принято решение в этом здании разместить еще один центр памяти жертв политических репрессий. Я поехала в совхоз Мичурина, это было уже после 73-го года. И я смотрю так вот вдалеке фигура появляется, у меня даже его фотография сохранилась, я его просто храню для себя. Мужчина высокого роста, казах, шляпа такая мятая, брюки заправленные в сапоги, сапоги такие солдатские, немолодой уже. Прохладно в комнате и полувраг, наши маленькие окна. И я, значит, по молодости лет, с уверенностью молодой дурочки, спокойно ему говорю, ну, рассказывайте, как вы тут живете на вашем архипелаге, гулаге. и вдруг наступила тишина. Какая-то такая тишина мертвая, а я тут блокнот свой достала. Я так на него смотрю, а у него глаза полные слез. Он так помолчал немножко и говорит, а ведь об этом не говорили тогда, вообще не говорили. и он мне говорит, а вы знаете, я работала ведь охранником. И я, говорит, этих людей водил под ружьем. И какие это были люди. Все, что я сейчас знаю и все, что я умею, этому всему научили меня вот эти люди, которых я водил в колонии. Они из меня, сельского мальчишки, сделали человека. Это как раз те люди, которые прошли через корла, о которых сегодня, наверное, знают не только у нас в стране, но и в мире. Это Олег Гумилев, сын Анны Ахматовой, известный историк. Сегодня его именем назван Еразийский университет в городе Астанат. Да, Александр Чижевский, Александр Есенин Вольпин, сын Сергея Есенина. сестра Тухачевского. Очень красивые и очень много красивых. И говорят, что мы же там построили этот вологол эскеп, мы вырыли арыки, мы посадили деревья. Одним словом, это был оазис среди ковыльной безводной степи. В 1937 году, 11 июня, в газете я прочла, что мой брат, маршал Советского Союза, Михаил Николаевич Тухачевский, расстрелян, как враг народа. С этого дня начались несчастья нашей семьи. Арестовали старшего брата Николая Николаевича, затем второго брата Александра Николаевича, меня с мужем Юрием Игнатьевичем Орватовым, летчиком. Братья и наши мужья были расстреляны. Нина Евгеньевна, жену Михаила Николаевича, в 1941 году расстреляли вместе с по-пятьюреческими другими женами наших ответственных работников. Но на этом беды нашей семьи не кончились. В 1948 году нас вновь арестовали. Меня, сестер Ольгу Николаевну, Марью Николаевну и невестку Зинаиду Федоровну, после реабилитации мне пришлось быть на открытии музея генералу Карбышеву. И когда я увидела макет лагеря Маутхайзен, я удивилась. Это была точная копия нашего Кумаринского лагеря. Только бараки наши были длиннее, чем Маутхайзен, и не было трубы крематории. Потому что в Казахстане земли много и хоронили за зоной просто землю. Репрессивная политика, она не щадила никого, ни мужчин, ни женщин, ни детей. Маленьких детей забирали, отправляли в детские дома, в детские городки. И в народе этот детский городок называли мамкин дом, мамочкин дом. Я говорю, а в лагере рождались дети. Куда эти дети делись? Какая судьба у детей? Он мне сказал, говорит, а вы так напрасно, так, в общем, агрессивно. Вы знаете, что многие работники Карлага усыновляли этих детей. Ведь это были не плохие дети. Это были не дети вот этих черных кошек, уголовников там или проституток. А это были дети с хорошей кровью. И они их усыновляли, они давали им свои фамилии, они давали им образование. И сейчас эти дети живут в Москве, в Ленинграде, в других городах. И они другие фамилии носят. И они никогда не узнают, кто они на самом деле. Конечно, относились к нам не всегда правильно. Были моменты, когда нас называли детьми врага народа. Были моменты, когда и немножечко убили. Здравствуй, дорогая, милая мамусенька. Пишу тебе письмо. Я сшила две пары рукавичек. Учусь я на отлично. За меня будь спокойна. У нас новые пальто и ушанки. Дедушка умер в 38-м году. Поздравляю тебя с международным женским днем. Здравствуй, дорогая, милая мамуленька. Пишу тебе письмо, не дождавшись от тебя ответы. Сегодня нам сказали, что до октября мы не будем учиться. Здравствуй, дорогая мамочка. Почему ты мне не пишешь письма? Ты не знаешь, где папа? Мамочка, я учусь во втором классе. Я очень долго болел стрягучим лишаем. Ты писала, что у тебя нет бумаги. Я тебе пришлю. Я за тобой очень скучаю. Больше писать нечего. Вот жена Зары Скулова. Я вам говорила, что у Ары Скулов это представитель со мной главы СФСР. Вот эти Зары Скулова. Все, что такое. Да, и она ее тоже арестовали. Она была беременная 8 месяцев. И свою девочку Иду она родила на Лубянке. Очень тяжело все вспоминать, конечно, ужасно. Я была с мамой до 3-летнего возраста. А дальше уже считалось, что 3-летний возраст это все вполне самостоятельно. ребенок и меня отправили в Асакаровский детский дом, где я-то была. Даже не хочу вспоминать и не хотелось бы вспоминать никогда все те дни прожитые годы в этом жутком в Асакаровском детском доме, где больше всех умирало детей. Кажется, каждый день щупаешь себя, только ты жив или теплый или холодный. А рядом лежит труп, где видишь, как в окнах каждую ночь булки сверкают глазами, ибо их тянет на трупный детский запах. Я не могу больше спинать. Никакой художественный вымысел не способен соперничать с сюжетами, что пишет сама жизнь. Карлак, 39-й год. Тюремные ясли, где цифры смертности детей пугают даже палачей из ГУЛАГа. Из пяти сотен малышей каждый месяц умирает 50. Всего ясли просуществуют 20 лет. Остается только догадываться, сколько детей погребено здесь, в Долинке, на мамочкином кладбище, как назвали его заключенные. Зимы в Казахстане лютые, и рыть промерзшую землю трудно, поэтому до весны умерших младенцев складывали в бочку, что стояло прямо в коридоре, а хоронили уже по теплу. Однажды ночью тетя Валя санитарка и штатный сотрудник НКВД заметила детскую ручку, которая шевелилась на дне той бочки. Она вытащила чуть живую девочку, спрятала под халат и ринулась с ней домой. Несколько лет рискуя собственной жизнью, она выхаживала казахского ребенка. Потом разыскала среди узниц Алжира маму девочки. Дождалась ее освобождения и через 8 лет вернула ей дочь. Оказалось, что родная мать почти не говорит по-русски, а дочка не знает казахского. Но всю жизнь она называла мамой двух женщин. То, что ее родила и то, что мчалась сквозь ночь, прижимая к себе бездыханный сверток. В 37-м году в сентябре месяце получила от отца письмо. Каким образом это письмо к нам попало, я не знаю до сих пор. Отец пишет, доченька, произошло недоразумение, но я докажу свою правоту до тех пор, пока на фарне останется хоть капля крови. Он с 18-го года член партии, прошел всю гражданскую войну, пережили очень много. Такое пережить, не дай бог никому. Детство мое, детства не было. Если нашему Советскому Союзу годы началось в 41-м году, то война для меня началась в 37-м году. Ну и в Советскому Союзу, конечно, самых лучших, лучших сынов Советский Союз потерял в 37-м году. Я хочу сказать о тех людях, с которыми я уже познакомилась, потеряв маму, уже ставши взрослой. Я была поражена, что дети, которые прошли детский дом, потеряли отца, потеряли мать. И вдруг доктора наук, крупные ученые, писатели, актеры и образованнейшие, интеллигентнейшие люди, занимающие такие посты. Так сильна генетика, так сильна мощь этих людей, которых потому и уничтожили, что это были мощные, сильные люди, и они мешали таким, как Сталин, таким, как его окружение, ничтожеством. В 54-м году подняли целину при Хрущеве. Да, при Хрущеве. И вот я диспетчером автобазы была, меня послали начальником колонны в Баранкуль. Это так, 300 километров туда вот, где колык, вот в те края. И вот группа шоферов со мной. Вот это я 20-летняя, руковожу ими. Помню, ехали, а там балки, да, бездорожье. И вот, как сейчас помню, вся колонна уже замерзала, и меня закутали в этот капот. Вот машины же не то, что сейчас печки. Господи, боже мой, но что я хочу подчеркнуть, вот народ настолько был такой трудолюбивый. Вот все, что-то он поднимал, все он что-то делал. Такой народ был. Те, которые не выдерживали, не сразу покидали, уезжали. А кто остался, вот они и остались, и поднимали, и целину, и все, что ты хочешь делать. Посылали за камышом в болото зимой по пояс снега, и мы резали этот камыш. Грамоту дали там за то, что много. Сейчас за грамоту никого вроде бы нет. Да, а тогда вот так вот было. 26-ю трудовую точку переименовали в жизнеутверждающую Малиновку. Тогда, в 56-м, после 20-го съезда, люди ринулись строить новую жизнь. Пусть скромную, неказистую. Но зато свободную и полную надежду. Мы постепенно строили. Дом строим, бараки убирали, вывозили. Цель была сделать лучший поселок, чтобы как-то народ забыл те страшные времена. Как ни парадоксально, но этому месту на земле повезет дважды. Первый раз начальником лагеря Сергеем Бариновым, так и не поверившим в вину своих узниц. Второй раз с Иваном Шарфом, превратившим бывшую зону в процветающий край. Он построит здесь дома, школы и больницы, возглавит крупнейшую в республике птицефабрику, а в конце жизни успеет создать музей лагеря Алжи. Тогда же люди узнают и его собственную судьбу. Отец, стопроцентный немец, сослан в Казахстан и расстрелян. Мать, тоже немка, много лет приведет в заключение. Первый паспорт, 16 лет, мне выписали, что я украинец. Фамилия не Шарф, а Овчаренко. Я побежал, мамочка, почему, разве я Овчаренко и украинец? Она, впервые я вот услыхал на немецком языке «Кунцумир, кунцумир, мой любый кинд, кунцумир, тубис дойчин». Ты немецкий, немец. Все мы знаем, что сын за отца не отвечает, но у сына зачастую есть выбор откреститься, отречься, забыть или всю жизнь помнить, страдать и мстить. Месть – это не всегда причинение злообидчику, иногда это просто бесконечное и упрямое напоминание всем о загубленных жизнях. В 89-м году еще в СССР член партии и депутат всевозможных съездов Иван Иванович Шарф нарисовал эскиз памятника и спешно изготовил его в автомобильной мастерской. В непроглядную ночь при свете одного прожектора он установил расколотую красную звезду на центральной площади Малиновки. Немецкого мальчика воспитала казахская семья. Он вырос, выучился, наконец, стал гордостью своей новой родины. Но всю жизнь он мечтал об этом памятнике, откуда мир виден сквозь тюремную решетку. Весне, в нем филе отзыва в поле отзыва выучить елу мальчика, в горы и в нем не и в нем налет и в нем пастр bebиды в нем обезьян и в нем Я не вижу, не увидела нигде, кроме Казахстана. Вот именно в Казахстане. Вот такое увековечение и такое предупреждение о том, что да, чтобы это не повторилось в будущем. Я считаю, что у нас в этой беде виноваты Сталин и его, кто его окружал. Они враги народа, а не моя мать и не мой отец. А что вы сидели? Неизвестно было этого. Я вам спрашиваю, что я сделала Сталин плохого? Сталин собака такой, он собака-сволочь, чтобы он сдох. Вот сейчас уже начинаешь осмысливать. Как же так случилось? Почему пронеслась такая буря над страной, когда погибло столько людей? Где же была партия? Где был народ? Почему никак не могли понять, что эти события ведут к гибели, ведут к деморализации? В чем дело? Где мы были? Почему такой был сильнейший магнит Сталина, что все верили и ни на что не обращали никакого внимания? Удивительно. Когда я маме сказала, что Сталин умер, она говорит, завалили все-таки бугая. Она почему-то и Ленина не любила. Ну, а как вы думаете, всего лишь и детства, молодости отобрать? А за что? Или она шпионка, или она грабила. Ну, сказали сдать, а не сдали. Перешли в коммуну, стали работать, помогать. Все на свете, все поднимать. Ну, за что? Вот за что? Вот так вот сейчас отбери все, выкинь. И что вы будете говорить, да здравствуй, если честно. Вот так нет? Нет. За что? И кто? Это твоя родная страна. Это страна, которой ты всегда верила, в которой ты, тебя с детства училишь, она самая лучшая, что ты живешь в самом прекрасном мире. А там где-то живут враги, которые ненавидят твою страну. И вдруг эта своя, твоя любимая страна превращает тебя в пламерную пыль. Вот что самое страшное. А то, когда ты попадаешь уже в лагерь, там уже ничего не страшно. Все, твоя судьба определена. А то, что ты живешь в лагерь, там уже в лагерь, там уже в лагерь. Пусть край суровый, и все же над степенью птицы кружат и в камышах весной гнезда вьют. Они еще не раз над нами будут биться, не раз споют. Мы будем жить. Расстрят беды в апреле, и дети наши не узнают в лжи. Глаза беды без страха мы смотрели. Мы будем жить. Красивые, талантливые, любимые, Совсем юные, глубоко пожилые, Чьи-то жены, матери, сестры и дочери, Крестьянки и аристократки, Набожные и атеистки. Они вряд ли верили, что выйдут отсюда. И, должно быть, не могли представить, Что имя каждой из них будет увековечено здесь. Они будут жить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok